В этом году белорусскому Первомаю исполнилось 122 года. В Минске его впервые отметили в 1895-м, а в советское время маёвки приобрели небывалый размах. В наши дни праздник утратил свой политический окрас, но историю рождения Первомая и последующее развитие мирового профсоюзного движения белорусские рабочие не забывают. Вчера вновь звучали социальные лозунги, а демонстрации сменили поздравления. Сегодня в нашем государстве каждый житель имеет возможность трудиться и реализовать свои навыки, свои умения и сделать свой вклад в развитие нашего государства. Солигорщина славится своими тружениками. Сегодня мы все вместе добиваемся самых высоких результатов и занимаем первые места по Минской области, по Республике Беларусь. День международной солидарности трудящихся. Первомая – День труда, как бы мы его ни называли, не отмечали в разных странах. Для многих белорусов – Первое мая символизирует ещё и наступление весны. Несколько десятков человек, представителей трудовых коллективов, профсоюзных организаций, общественных объединений района собрались вместе на центральной площади Солигорска, чтобы отметить этот праздник. Первое мая – это всё-таки праздник такой весны, а раз весна, то это разность, обновление. Все мы надеемся на что-то новое, на позитивное. И, конечно, в этот день хочется пожелать, чтобы у каждого у нас было своё любимое дело, своя любимая работа, чтобы у нас мирное было небо над головой. И, конечно, всех с Первымаем. Достойный труд для наших трудящихся и справедливая зарплата – наверное, вот этот самый важный тезис, который профсоюзы отстаивают. Ну и, конечно же, проходит, может, и в мероприятии, которые мы поддерживаем. Это новая имена Беларуси, где работница «Беларуськали» вышла в финальный этап этого конкурса, который состоится в мае месяце. Ну и, конечно же, профсоюзная организация «Беларуськали» всегда стоит на защите своих работников, человека от труда и отстаивает законы и интересы. Отмечаем его очень давно, ещё с советских времён, поэтому приобретает свой новый характер, объединяя все общественные организации, объединение в одном стремлении сделать нашу Беларусь ещё краше, ещё благополучнее. Первомай – это праздник трудящихся, и в первый день этого месяца принято чествовать представителей трудовых коллективов. На главной сцене района за многолетний и благотворный труд были отмечены председатели первичных профсоюзных организаций. Очень приятно, что в такой день нас отметили, нашу организацию, нашу работу. Дело в том, что на самом деле наша профсоюзная организация откликается на все возможные мероприятия, которые проходят и в городе, и в районе, и в области. Мы принимаем активное участие во всех спортивных мероприятиях. Наша профсоюзная организация может быть и не самая многочисленная, но мы активно участвуем в жизни коллектива. У нас замечательный коллективный договор благодаря профсоюзу и руководителю, и мы всегда стремимся быть на защите интересов наших работников. Наша профсоюзная организация ещё очень плотно работает с охраной труда, по осуществлению общественного контроля, по обеспечению безопасных условий труда. То есть наши люди всегда обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты. Первомай считается едва ли не официальным днём открытия сезона концертов под открытым небом. Труженьки Солигорск-Торга к весеннему празднику подошли творческим. Лауреаты Республиканского профсоюзного конкурса трудовых коллективов «Новые имена Беларуси» для горожан подготовили порядка 20 номеров. Последнее наше достижение – это было участие в Минске на конкурсе «Новые имена», где мы заняли третье место. Мы повышаем свою профессиональную, как говорится, карьеру. Вот, в первую очередь для нас это. Ну и, естественно, на праздник для народа, для людей, чтобы знали наш коллектив. Со сцены звучали слова песен ещё одного музыкального коллектива с символичным названием – СССР. Ребята в военной форме, патриотические нотки плюс необычное название вызвали ностальгию. Их песня «Мы вместе», написанная много лет назад, и сегодня является актуальной, как никогда, и вызывает симпатию и поддержку всего славянского мира. Сегодня прекрасный день для того, чтобы, несмотря на холод, мы это сделали. Нет, было действительно, народ принимал очень душевно, тепло. И то, что погода такая, это не наша вина, а может быть, даже наоборот, эта погода нас сплотила. Очень достойная, тёплая публика. Мы согрелись вашим теплом. У 1 мая есть и свои спортивные традиции. В этом году маёвка прошла в формате поднятия гирей и фигурного вождения велосипеда. Профессионалам и новичкам пришлось доказывать, кто ловче и сильнее. К слову, старшему участнику было за 50, а самому младшему ещё нет и 5 лет. Организаторами состязаний выступили отдел образования спорта и туризма райисполкома и общественная организация Федерации профсоюзов и Белая Русь. Это мероприятие проводится, конечно же, с целью популяции велосипеда. Плюс сегодня выходной, праздничный день, чтобы люди пришли на велосипедах, прокатили здесь, показали свои умения, навыки. Чтобы покинули свои машины, то есть поучаствовали в мероприятии, получили это удовольствие. Настроение поднимает, после работы прокачивались, настроение поднимает. Ну, а сюда пришёл просто так, ну, попробовать свои силы. Настроение, если честно, вообще замечательное, супер, несмотря и хорошие, и плохие результаты. Ну, главное настроение и хорошее, как бы лад вообще, и всё здорово на самом деле.